Маски сброшены. После того, как Владимир Путин встречал в аэропорту обмененного киллера Вадима Красикова, становится очевидно, что Россия открыто ведет подрывную деятельность странах Запада. В арсенале Кремля заказны убийства, поджоги оружейных складов, диверсии против критической инфраструктуры, кибератаки, вмешательства в выборы. Какова цель этой гибридной войны? Наследует ли Россия практикам сталинского СССР и Коминтерна? И может ли она превратиться в глобального террориста номер один? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко. Шпионскую деятельность в странах Запада Россия ведет уже давно, используя методы от целенаправленных убийств и отравлений до диверсий и кибератак. Одним из первых и, наверное, одним из самых громких случаев стало отравление Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне, где бывший офицер ФСБ был убит с использованием радиоактивного полония. Покушение было связано с заявлениями Литвиненко и критикой Кремля, и стало ярким примером того, как российские спецслужбы действуют на территории других государств. Взрывы на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году показали готовность России и к масштабным диверсиям территорий других стран. В 2018 году весь мир потрясло отравление Сергея Скрипаля и его дочери, веществом «Новичок» в Солсбери. После отравления Скрипалей Великобритания организовала массовую высылку российских дипломатов. Вслед за Британией, уже после раскрытия причастности российских агентов к взрывам в Чехии, Прага выслала 18 российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Еще одним случаем стало убийство Зелимхана Хангашвили в Берлине в 2019 году, что снова подчеркнуло готовность Кремля ликвидировать своих противников даже на территории стран Евросоюза. Несмотря на массовые высылки и ужесточение дипломатического давления, Россия продолжает свои шпионские операции за рубежом. После начала полномасштабной войны в Украине, Россия стала все чаще прибегать к кибератакам и диверсиям против западных компаний, особенно в оборонной сфере, как это было в случае с покушением на главу немецкой компании Ryan Metal в 2023 году. Под угрозой находятся и российские журналисты, и активисты в эмиграции. Например, недавнее покушение на Леонида Волкова в Вильнюсе. Можно ли назвать эти случаи гибридной войной России против Запада? И наследует ли Россия подобным образом практики Сталинского СССР и Куминтерна? Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. К нам присоединяются по скайпу Андрей Солдатов и Ирина Бараган, сотрудники Центра анализа европейской политики, редактор и заместитель редактора сайта агентура.ру. Добрый день, друзья. – Добрый день. – Добрый день, Сергей. – Вот я хочу понять ту ситуацию. Собственно, ничего нового, видимо, сейчас радикально не происходит. Тому, что Россия продолжает вести свою деятельность подрывной против Запада. Но вот насколько действительно перейдены красные линии? Потому что, во-первых, это открытая встреча Путиным шпионов на ковровой дорожке. И, во-вторых, то, что потрясло мое воображение в течение последнего месяца, это заказ на руководителя концерна «Райн Металл» Армина Папе Эргера. То есть, фактически, Россия в открытой уже может убивать, заказывать убийства политических и экономических лидеров Запада. Это все-таки достаточно новый этап деятельности российских спецслужб. Конечно, Владимир Путин и ранее встречал шпионов красной дорожкой. Это было в 2010 году. Это было и в 2004 году, когда российские ликвидаторы провели операцию по уничтожению Зелимхана Ниндарбиева, вице-президента республики Ичкерия в Катаре. Но то, что происходит сейчас, это, конечно, новый этап, потому что в условиях войны некоторые ограничения, которые действовали даже в условиях холодной войны, в частности на операции по прямым атакам на, скажем так, граждан других государств, не только на бывших российских граждан, вот эти ограничения сняты. И мы видим, что было несколько атак на руководителя «Райн Металл», потому что сначала был поджог его дома, а потом появилась информация о том, что было и готовилось покушение на него. И мы, конечно, наблюдаем эскалацию, совершенно очевидно. Что можно вообще ожидать, что будут ликвидировать, пытаться ликвидироваться и политических лидеров Запада? Ирина, как вы скажете? Ну, теоретически такое возможно. Практически я не думаю, что дойдет до того, что угроза будет исходить конкретно президентом европейских государств или премьер-министром. Ну, пока до этого не дошло. Но дело в том, что война продолжается, и эскалация развивается каждый день, поэтому мы не знаем, что случится. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Хотя те попытки, которые российские спецслужбы предпринимают за рубежом в последнее время, они, честно говоря, пугающие. И надо сказать, что в советское время, в позднее советское время, по крайней мере, после смерти Сталина, там в 60-е, 70-е, 80-е годы, по крайней мере, в Европе и в США ничего подобного не было. Советская тогда разведка, не военная разведка, не первое главное управление КГБ, ничего такого не делало. Было, можно вспомнить, очень мало попыток, когда пытались кого-то выкрасть, ликвидировать. Ну, в основном, как я понимаю, это казалось диссидентов. В любом случае, это диссиденты, перебежчики, предатели. То есть те, кто считаются своими, ну, уже, конечно, естественно, все чудовищно, противозаконно, но был некий, как бы, кодекс, по которому вот эти вот длинные руки КГБ пытаются достать своих или бывших своих. Вот эта конвенция, она уже отброшена. Абсолютно верно. Более того, в некоторых совсем горячих точках, например, в Ливане, в начале 80-х годов, было даже, я бы сказал, оперативное, ну, если не сотрудничество, то обмен информацией между американскими и советскими спецслужбами, потому что угроза, причем физическая угроза, была и, вот, скажем, в отношении советских дипломатов. Тогда четыре советских дипломата были захвачены, один из них был убит, и после длительных переговоров смогли их вытащить. И для сотрудников американского посольства был захвачен и погиб под пытками резиденции РУ в Бейрусе. Это считалось, что вот на таком вот уровне, когда угроза носит прямой и физический характер, некоторое сотрудничество возможно. Сейчас я бы сказал, что каналы сотрудничества, которые были придуманы тогда в 80-е годы, знаменитый канал Гаврилова, когда если что-то случалось, то сотрудники КГБ звонили в американское посольство в Москве и представлялись с Гавриловым, а сотрудники американского посольства могли позвонить в КГБ и спросить Гаврилова. Это означало, что есть какая-то проблема физического характера, то есть непосредственная угроза. Вот эти каналы еще существуют, но при этом появился вот этот новый инструмент. Его стали использовать операции диверсии и саботаж. К этому много лет готовились. Весь период холодной войны советские спецслужбы активно занимались подготовкой к операциям саботажа, но считалось, что эти вещи можно делать только в условиях особого периода, то есть полномасштабной войны с Западом. И что, сейчас считается, что этот особый период наступил, Андрей? Получается, что по факту это происходит. В принципе, мы это наблюдали, начиная с 2023 года, когда война в Украине была переформатирована, скажем так, в условиях кремлевского нарратива, войну не с Украиной, а войну на территорию Украины с силами Запада. И, видимо, логическим развитием этой идеи стало то, что, начиная с конца 2023 года, и уже, конечно, в этом году, мы видим усиление вот именно этого рода деятельности российских спецслужб. Я бы хотела пару слов, которые касаются того, что ситуация сейчас для России, она совершенно не для российского руководства, она совершенно не такая, какая была в Советском Союзе для советского руководства. Ни Брежнев, ни Андропов, ни Устинов, ни Хрущев, они никогда не были объявлены военными преступниками. И они никогда не находились в такой ситуации, в которую загнал себя Владимир Путин. Поэтому, конечно, у них не было такого отчаянного положения. Они знали, что они спокойно будут жить, править своим Советским Союзом, и если им что-то угрожает, то только внутренний заговор, как к Хрущеву. Но никакой внешней угрозы для них не исходит. Путин совершенно находится в другой ситуации. Он воюет, фактически, сам объявил войну всем, и самым сильным странам мира, и в этом смысле он загнан в угол. Поэтому... Самая, да, его любимая метафора загнанной в угол крысы, которую он часто повторяет. Я хочу уточнить, Ирина, вот, может быть, да, вы продолжите это. А как это устроено внутри России? Есть какой-то общий план? Или, вот, я, по-моему, слышал, Христо Грозев в одном из интервью говорил, что это, как бы, так сказать, рынок исполнителя, рынок предложения. То есть, есть несколько конкурирующих групп, которые выходят наверх и говорят, ребята, у нас есть такой процесс, так сказать, вот этого цепануть, и вот этого цепануть. То есть, это что, некие несколько конкурирующих агентств предлагают вот эти акции ликвидации и диверсий? Я не думаю, что это похоже на какой-то рынок криминальных групп, которые мы могли видеть в голливудских фильмах. Я думаю, что приказ может исходить только с самого верху, и никто ни в ГРУ, ни в СВР, ни в других спецслужбах не посмеет ничего делать на свой страх и риск. Эти структуры до сих пор находятся в довольно сильной зависимости от Кремля и какую-то инициативу проявляют. Я хотел уточнить, не на свой страх и риск, но они именно предлагают на самый верх какие-то вот очередные спецоперации. И вообще, это как бы централизованно устроено, насколько вам известно, или это конкурирующие фирмы? ФСБ, ГРУ, какой-то, по-моему, есть центр специальных операций? Есть силы специальных операций, да, это такое нововведение, несколько лет назад была придумана эта структура. Но дело в том, что, во-первых, мы знаем, что, это мы знаем об этом точно, потому что некоторые документы оказались в открытом доступе. Владимир Путин очень любит, когда его осведомляют и держат, скажем так, информированным о деталях проводимых операций. То есть, в отличие от лидеров других государств, которые все-таки пользуются продуктом, разведывательным продуктом и аналитическим продуктом своих спецслужб, Владимир Путин, как бывший сотрудник КГБ, очень любит наблюдать, как в развитии, скажем так, как идут операции. Часть таких документов мы, например, у себя на сайте агентуры публиковали, и это видно, что он смотрит, кто является исполнителем, то есть, он видит ситуацию от замначальника службы до начальника отдела, который непосредственно отвечает за какую-то операцию. То есть, здесь центральный контроль и контроль со стороны Владимира Путина всегда сохраняется. То, что касается, могут ли они выйти с предложениями, ну, конечно, безусловно, они могут выйти с какими-то предложениями, но их, скажем так, и степень их конкуренции между собой, мне кажется, сейчас не так велика, как была несколько лет назад, потому что мы видим, что все больше и больше операций проводятся совместно, и за это очень тяжело стало различать, какая спецслужба отвечала за какую операцию. Это 3-4 года назад можно было сказать с достаточно серьезной долей уверенности, что вот это операция военной разведки, а вот это операция ФСБ. Сейчас мы видим, что, например, военная разведка активно занимается политической миграцией, служба внешней разведки занимается Украиной, хотя раньше этим не занималась, а ФСБ может заниматься и тем, и другим, и третьим. Чем угодно. А исполнители этого всего, они из центрального аппарата берутся, или это есть люди, которые как бы заранее сидят на местах, в посольствах, или это вообще местные люди, которые заранее, за много лет заложены? Вы затронули очень сложную концепцию планирования операций, их осуществления. Конечно, в любой операции, если нужно кого-то ликвидировать или провести какую-то диверсию, задействовано большое количество людей. Это люди, конечно, в центральном аппарате, которые могут планировать операцию, это люди на местах, допустим, в частности, скажем, в посольствах, или там в каких-то представительствах Россотрудничества, или везде, где могут находиться русские, российские разведчики. Плюс, конечно, всегда есть какая-то нелегальная сеть, не обязательно таких суперпрофессиональных нелегалов, которые там скрываются годами под видом представителей этих государств, а просто сеть нелегальных агентов, которых российские спецслужбы навербовали за последние 30, но особенно 20 лет очень много, потому что, как вы знаете, присутствие российского бизнеса в Европе, присутствие компаний типа «Газпрома» и всяких остальных других очень велико было. И никакой проблемы в том, чтобы завербовать большое количество людей среди местной публики, там, скажем, болгар, австрийцев, чехов, словаков, у российских спецслужб не было. Поэтому в последнее время мы видим, в принципе, использоваться могут все. Это зависит просто от того, какую операцию ты планируешь и каких целей достигаешь. Но, в принципе, в последнее время мы видим, что количество, чтобы все больше и больше, поскольку российских разведчиков довольно хорошо выслали после начала войны из Европы, позиции официальной российской разведки, российских резидентур, очень сильно ослабли, то мы видим, что они очень хорошо справились с этой ситуацией. То есть они перенесли центр своих операций на людей, на граждан государств. То есть на болгар, на... Болгария не обязательно главное слово, на болгар, чехов, словаков и так далее. Например, люди, которые заезжали, были заарестованы в Великобритании в прошлом году, они не были российскими разведчиками, они не были вообще представителями российского государства и не были россиянами. Они были людьми, у которых был болгарский, паспорта, вид на жительство в Британии, у кого-то паспорт британский. То есть при этом они являлись агентами российской разведки и планировали тут какие-то акции, убийства, возможно. А вот скажем, недавние, где очень сильно есть подозрения на российский след, взрывы во Франции на железнодорожной инфраструктуре во время Олимпиады в Париже, это же, по всей видимости, местные какие-то группы, которые в том числе могли быть связаны с Россией. Здесь есть два момента, которые очень важны, что, во-первых, появилась вот эта новая история о ультралевых активистах, которые берут на себя ответственность за некоторые акции саботажа. Они, собственно, взяли на себя ответственность за поджог дома главы Рейн Металла, при этом мы не знаем, действительно ли это были ультралевые активисты или это были люди, которые взяли на себя ответственность, но при этом они связаны с российскими спецслужбами, это неизвестно. Такая же ситуация произошла и с саботажем на французских железных дорогах. Какая-то ультралевая группировка рассылала письма по французским СМИ несколько дней, по-моему, на следующий день после атаки, при этом, если я правильно помню, с адреса в Сиэтл. Собственно, поэтому в расследовании появилось ФБР. Но при этом надо понимать, что ко многим операциям сейчас стали подключаться криминальные сети, причем люди вербуются иногда буквально через сеть Телеграм или какие-то другие социальные сети, потому что от них требуются какие-то очень простые вещи. Ну, например, сейчас слежка и установление адресов там иммигрантов или мест, где они собираются, не обязательно для этого использовать хорошо обученных сотрудников резидентур. Можно подключить какой-то местный криминалитет, поручить им куда-то сходить. И, в общем, подобного рода простые задачи им вполне по плечу. А выявить таких людей и то, что они работают и действуют в интересах российских спецслужб, достаточно сложно. Очень сложно, да, очень сложно заказать. Вы знаете, вот сейчас я думаю, в частности, поджог Райан Металл, прослеживается все-таки какая-то модель, то, что очень сильно связано с поставками оружия в Украину, да? Вот у нас в Чехии, я вспоминаю, в 2014 году начало войны в Украине, взрывы на оружейных складах в Арбетице, Райан Металл. То есть, Россия таргетирует все, что связано с поставками оружия в Украину. Абсолютно верно. И, к сожалению, следует признать, что такие операции, они, в общем-то, имеют большой шанс на успех. Если задача стоит запугать производителей оружия, потому что, к сожалению, история второй половины 20-го века показывает, что, в общем, если такая тактика применяется государством, например, в случае с немецкими торговцами оружия, такая тактика применялась в конце 50-х, в начале 60-х, когда французские спецслужбы организовали серию атак на немецких торговцев оружием, которые продавали оружие алжирским поставкам. Алжир, да. Да, это сработало. То есть, немцы стали намного менее охотно продавать оружие в Алжир, и никакой особенной дипломатической реакции не последовало. Что будет в настоящий момент не очень понятно, но, к сожалению, вот такие операции по устрашению могут быть довольно эффективны. Последний вопрос в этой части хотел задать, но интересно, что целями в основном являются европейские объекты и деятели. На территории США подобных атак Россия не решает сопроводить? Пока нет, да, я согласна. Это какое-то общее рамочное соглашение? Я не думаю, что это в рамках соглашения. Дело в том, что европейские отношения с Европой и с Россией и с Америкой у России всегда были совершенно разные. То есть, то, что позволялось Европе на то, что закрывали глаза, а Америка никогда не закрывала глаза. Поэтому, ну что, в 2014 году случились эти взрывы на складах в Чехии? И какая была реакция? Ноль, не было никакой. Много еще чего такого происходило, когда ради дешевого газа, ради дешевой нефти, ради, в основном, в принципе, самую большую роль в поощрении России в этом отношении играла Германия. Ради вот этого дешевого газа закрывались, Евросоюз закрывал глаза на все. Поэтому, российские спецслужбы, их агенты чувствовали там себя совершенно вольготно. да, Европа как некий бэк-ярд такой советский, советский и затем российский воспринимается. И в данном случае она более подвержена террористической угрозе. Но мы продолжим наш разговор об этом после небольшого перерыва. Студия подкастов Радио Свобода. Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майербек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты Радио Свобода. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о путинских агентах хаоса на Западе, о тех российских агентах, которые занимаются заказными убийствами, диверсиями, взрывами. Насколько это все может слиться в единую общую систему и превратить Россию в террориста номер один в мире? Журналист-расследователь Сергей Добрынин рассказывает о том, насколько глубоки традиции с российского саботажа в странах Запада. До начала российского вторжения в основном ездили сотрудники одного подразделения ГРУ, которое называется 29155. Оно стало известным. Мишкин и Чипига были оттуда, полковник Веренов и многие другие. То есть почти все диверсии выполнялись группой людей, специально подготовленных, которые выезжали за границу с паспортами на вымышленные времена и там, в общем, занимались такими диверсионной работой. Скорее не шпионской, а именно диверсионной. При этом, конечно, параллельно существовал огромный штат российских разведчиков, действующих и под прикрытием всяких посольских должностей во всех европейских странах. После начала войны высылали, если я не ошибаюсь, более 600 российских дипломатов, с которых две трети считается, что были разведчиками на самом деле, то есть шпионами. Часть из них действовали по линии СВР, часть по линии ГРУ, часть были связаны с ФСБ, там разные были типы шпионов, но вот они были просто на разных должностях, в разных посольствах по всей Европе, по всему миру фактически. После того, как их стали высылать, все равно осталось достаточно большое количество. Например, Брюссель прямо заявил, что они не будут высылать всех, а там есть не только российское посольство, но и российская миссия при ЕС, достаточно большая. Они знают, что и среди этих людей есть шпионы, и издание досье, кажется, некоторых из них нашло, но Бельгия считает, что нет смысла всех высылать, проще иметь их под рукой, зная, что они шпионы, как они, видимо, делают. Так или иначе, после войны, видимо, операции, в духе тех, что делали Мишкин, Чапига и другие, и до 22-го года стало делать сложнее, потому что внимания стало больше, потому что стало понятно, какого типа паспорта они используют, и так далее. Поэтому изменилась мода в спиранде, и сейчас, в основном, Россия устраивает диверсии или попытки диверсии с помощью людей, которых они вербуют за границей. Многих, конечно, не ловят, потому что часто это просто задание через Телеграм, которое приходит даже не прямую, там, вот, ГРУ, СВР или других каких-то ветвей разведки, а просто там есть целая сеть посредников. Это может быть какой-то местный житель, там, грубо говоря, поляк, он может в состязанной стране людей набирать, а сам он через целую цепочку других людей связан с состязанной разведкой. Это был Сергей Добрынин, журналист-расследователь в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям по скайпу. Это Андрей Солдатов и Ирина Бараган, главный редактор и заместитель главного редактора портала agentura.ru Друзья, ну вот я хотел в этой части поговорить о том, насколько глубоко уходят традиции подобного рода вмешательства России. Вы отчасти об этом писали и в своей книге The Compatriots соотечественники. Я вот еще смотрю на то, что происходит сейчас, ведь это же все НКВДшные традиции, это еще 20-е, 30-е годы. Это было тогда поставлено на широкую ногу, и осуществлялось в том числе в рамках Коминтерна. Абсолютно верно. Дело в том, что с момента создания Коминтерна было принято решение, что поскольку большевистская Россия существовала в окружении кольца врагов, то необходимо тем странам и тем коммунистическим партиям, которые хотели войти в Коминтерн, одним из обязательных условий было то, что члены этих коммунистических партий должны вести подрывную работу на военных предприятиях тех стран, в которых они действуют, потому что, грубо говоря, а вдруг Франция объявит войну советской России, нужно максимально затруднить поставки оружия из этой страны для того, чтобы убивали коммунистов в советской России. Так это было устроено, так была построена эта система. Для этого были созданы везде двойные структуры, то есть существовали легальные резидентуры и нелегальные резидентуры, существовали легальные коммунистические партии и нелегальный аппарат этих коммунистических партий именно на вот этот самый случай на особый период. При этом всегда считалось, что нужно заниматься не только подрывной деятельностью и саботажем, но и в том числе и пропагандой. И, собственно, все 30-е годы активно эта тактика использовалась как сотрудниками НКВД, сотрудниками международного отдела Коминтерна, так и военной разведки. Когда я читал вашу статью о путинских агентах хаоса, меня, в общем-то, впечатлил тот факт, которым я не знал, что СССР активно создавал склады оружия и взрывчатых веществ во всех странах Запада, которые, многие из которых существуют до сих пор, только их до сих пор открывают повсюду. Да, такая существовала практика, и некоторые места, где они закопали оружие, взрывчатку, говорят, еще и золото. Мы, правда, не знаем, в золотых слитках или в каких-то еще, в каком-то еще виде. Вот многие такие места, некоторые такие места, они были раскрыты, в частности, в Европе, например, в Швейцарии, но такие места, где были запрятаны, сделаны эти закладки оружия, никогда не раскрывались на территории Америки. То есть, в принципе, они там до сих пор существуют. И вот эти нелегалы, которых поймали и в 2010 году потом поменяли в Америке, которые были поймены в Америке и в 2010 году обменены на российских граждан, которые находились в тюрьме, они, в принципе, теоретически, на случай особого периода могли бы пойти в эти закладки, взять оружие, а я не знаю, что-нибудь взорвать. То есть, вы хотите сказать, что действительно десятилетиями существуют вот эти вот легендированные люди, существуют склады с оружием, мы не знаем, может быть, там, я не знаю, и химическое оружие есть. И вот эти люди по звонку как зомби в особый период могут пойти, вскрыть эти склады с оружием и начать диверсии. Почему как зомби? Это их работа, не как зомби, а по приказу. Это то, к чему их готовили всю их жизнь, и это, может быть, даже в их жизни будет какой-то час икс, вообще, для чего они существовали. Час высшей проявления, да. Жить как нелегалы, просто получать зарплату, ничего не делать и проедать государственные деньги, это как-то, мне кажется, безопасно для мира, но с точки зрения нелегала, мне кажется, как-то совершенно бессмысленно. Но это, в общем-то, практика, идущая, как я понимаю, с 20-30-х годов, да, с периода мечт, так скажем, о мировой пролетарской революции. После войны, во время Второй мировой войны, Сталин же распускает коминтерны, вместе с ним вот эта вот большая шпионская сеть, и затем уже, соответственно, падение Берии после смерти Сталина. Это все как-то планы глобальные спецоперации на Западе немножко отодвигает? Абсолютно верно. Планы по созданию, скажем так, сил, которые смогут проводить спецоперации, ими активно занимался Берия, и, собственно, судоплатов, знаменитые, со своим замом Эйтингоном должны были заниматься тем, что обучать оперативников, которые должны были взрывать авиабазы американцев в Европе на случай особого периода, но потом случилось падение Берии. И после этого мы видим, что те оперативники, которые работали в Европе по этому направлению, многих из них перевели на территорию Советского Союза, они стояли у истоков создания уже сил специального назначения главного разведывательного управления, и по большому счету, хотя планы всегда были, но операций масштабных не проводилось, и это привело к поразительному эффекту. Многие люди в разведывательных сообществах на Западе почему-то забыли об этой проблеме. Они как-то абсолютно ее исключили из уравнения, считая, что главная угроза, которая исходит от советских спецслужб, это угроза шпионажа. Это была громкая тема в 80-х особенно, но то, что эти самые спецслужбы все еще способны проводить операции по саботажу, и это их возможность никуда не делась, ни с распадом Советского Союза, ни с реформами 90-х годов, вот это было полностью упущено из вида, и такое впечатление, что только сейчас экспертное сообщество и, видимо, люди в спецслужбах, мы там не можем сказать об этом точно, в силу того, что мы все-таки не сидим внутри Ленгли. Вот только сейчас начали об этом задумываться. Ира, насколько велика роль СССР, КГБ, СССР, в частности, в становлении глобального терроризма, в частности, скажем, вот если начать сначала с левацкого терроризма, да, бригады Росса, красные бригады в Италии, там, РАФ, фракция Красной Армии в Германии, Красная Армия в Японии, бригада Бадера-Майнхоф, там прослеживается какой-то советский след? Ну, в принципе, получается, Сергей, вот я как раз разговаривала с исследователями, мы не специалисты с Андреем по этой проблеме, но я разговаривала с исследователями, которые изучали конкретно этот левый-красный терроризм после Второй мировой войны, и на самом деле там роль советских спецслужб очень сильно преувеличена. Еще одна номинация, в которой я хотел бы узнать ваше мнение о причастности Советского Союза и сейчас России и КГБ, это сепаратизм, сепаратистские движения. Понятно, что они имеют собственные глубокие исторические корни, например, да, ирландская республиканская армия. Но вот, например, мне не раз и не два доводилось слышать, что каталонский сепаратизм, нынешний каталонский сепаратизм, так или иначе, очень хорошо прикормлен российскими и кремлевскими силами. Сергей, тут нельзя делать такой вот огромной ошибки, как бы брать явление, которое имеет свои глубокие исторические корни, понятно, да, я не отрицаю. А ведь, все, например, на КГБ... не валить, но то, что хотят на этом, так сказать, очень хорошо можно погреть руки на подобного рода агентах, на ИРА, на каталонском, на баскском сепаратизме, на это... Да, безусловно, конечно, какие-то попытки все равно были. И даже в случае с недавним референдумом в Каталонии считается, что, в общем, появление там российских оперативников, оно было не случайным. И оно очень активно и тщательно расследовалось испанскими властями. Это все, в общем, история достаточно хорошо известная. Более того, считается, что и вмешательство было, в общем, обусловлено тем, что испанский военный контингент, если я правильно помню, тут меня могут наши зрители поправить, если я ошибаюсь, но в составе испанского батальона сил НАТО оказались в странах Балтии, это не понравилось российской военной разведке. И вот был послан такой сигнал, что, ребята, или вы уберетесь из стран Балтии, или мы будем заниматься активно каталоговым движением по отделению от Испании. Но другое дело, что надо, конечно, понимать, что советские или российские оперативники крайне, скажем так, с большим очень энтузиазмом занимались приписками. То есть, если почитать их отчеты, так это кажется, что они вообще контролировали всех на свете, они стоят за всеми операциями, но это нужно воспринимать изрядной долей критики, потому что зачастую они выдавали желаемое за действительное. Ну да, и здесь, может быть, как раз, так сказать, своими вопросами я невольно вписываюсь в тот образ, который хотел бы создать путинская Россия, который хотел бы создать ФСБ, что Россия это некая глобальная темная сила хаоса, которая стоит за всеми деструктивными процессами в мире. Но это именно тот месседж, который, наверное, им хотелось бы проецировать, чтобы российские уши, российский след вылезал в любой какой-то субверсивной деятельности. Ну, абсолютно верно. Вспомните реакцию, крайне странную и парадоксальную реакцию российских властей, российской пропаганды на скандал с вмешательством, российским вмешательством в американские выборы в 2016 году. Ну, позорная история, а тем не менее это обсуждалось очень активно, потому что по факту это делало Владимира Путина человеком, который решал, кто станет следующим президентом США. Ну, это же прекрасная просто мысль. Это настолько... Ну, я представляю себе, вот сидит Владимир Путин в Кремле и вдруг чувствует себя властелином мира, что в самом могущественной стране на планете он может решать, кто будет президентом. Ну, так это же прекрасно. Ну, да, это и серия и церковь развалил тоже я. Вот, и, так сказать, американские выборы, и каталонский сепаратизм, и ирландская республиканская армия, и Хуситы, и Хизбалла, и Хамас. Всюду, и по-всякому, и везде одни российские агенты. Сейчас сделаем небольшую паузу, после которой попробуем понять, к какому миру в итоге это нас все приведет. Подкаст Table Talk с Александром Геннисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите Table Talk на YouTube-канале Радио Свобода. Ведущий Иван Толстой. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как Россия при помощи своих гибридных операций, при помощи спецопераций вмешивается в процессы на Западе. Убийства не только российских граждан, но уже и заказы на убийства западных граждан, диверсии против критической инфраструктуры, информационные атаки, вмешательства в выборы. Всюду за всем этим мерещится или действительно существует вмешательство России. О том, как существует, как функционируют российские шпионские сети на Западе, нашему корреспонденту Антону Сергеенко рассказывает Илья Давлядчин, журналист «Ходорковский лайф». Вопрос к тем же самым чиновникам из Германии, из Франции, из многих стран Балтии. Слушайте, у вас до сих пор работают многие пропагандисты российские, сотрудники прокремлевских СМИ. Мы достоверно знаем, что эти люди во многом являются агентами и шпионами. Недавно тоже во время Олимпиады был скандал, что журналистов агентства ТАСС не пустили, не аккредитовали на Олимпийские игры. При этом никого не смутило, что в принципе журналисты ТАСС до сих пор во Франции. История с Павлом Дуровым. И мы видим, как рядом с судом стоят журналисты с логотипом канала «Россия». Ну, представьте, что в Советском Союзе в 1942 году работали бы журналисты газеты «Дас Райх», например, которая была Йосифом Геббельсом организована. Невозможно же такое представить. И тем не менее, мы видим, что и журналисты «Рия», «ТАСС», «Арти». «Арти Франс» закрыта, но во Франции до сих пор стринге жилетов и прочие вот эти вот скандалы. Как это работает в случае с пропагандистами? Они ищут стрингеров. Ну, вот есть такое понятие у нас в журналистике стрингеров, которые могут что-то подснять, рассказать об этом и так далее. Сначала они просят подснять какой-то обычный объект. Местный человек, местный житель соглашается, это может быть журналист, это может быть не журналист, тем не менее, он снимает, отправляет материал. Потом ему приходит задание. Отсними, пожалуйста, вот этот объект. А этот объект уже близок к категории секретности. Проверяют таким образом агента своего. Он присылает, эти люди понимают, что да, он наш, можно еще что-нибудь попросить и потом прямо просит его подснять. Министерство обороны, какой-то военный объект, ПВО, были уже неоднократно подобные сообщения и тем не менее, несмотря на все эти сообщения, все журналисты спокойно работают до сих пор в странах Европы. Да, последние годы действительно они испытывают проблемы с тем, чтобы привлекать именно российскую агентуру, потому что, ну, закрыли доступ, там визы сейчас получить очень сложно, хотя есть страны, прямо скажем, да, та же самая Венгрия, где довольно легко получить документ российскому гражданину, неважно, кто он там, не знаю, повар, там кондитер или завербованный сотрудник ФСБ. Тем не менее, конечно, это все сейчас сложнее, потому что проверка идет на самых высоких эшелонах, но в том же самой Литве, слушайте, в Литве даже тем людям, которые здесь живут несколько лет, вот после начала войны, и то их проверяют очень тщательно, порой достигает там полугода проверка россиян, которые здесь получают вид на жительство. Порой это проходит быстро, потому что, ну, видно, что человек явно антивоенно настроен и явно никак не замешан с сотрудничеством с ФСБ. Но действительно, именно вот потому, что сейчас активно проверяют граждан России, можно спорить о том, проверяют слишком тщательно, не слишком тщательно, но слушайте, Европа как-то должна защищаться, потому что мы видим сколько подобных случаев. Вот, но тем не менее, то, что до сих пор в Европе есть российские, именно российские шпионы и именно российские агенты, это абсолютный факт, и пока я не вижу, чтобы с ними была какая-то серьезная борьба, да, потому что, еще раз повторю, вот эти вот псевдожурналисты пропагандистских меди, они спокойно работают в европейских странах. Это был Илья Давлядчин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям по скайпу, напомню, это Андрей Солдатов и Ирина Бараган. Ну вот я хотел бы понять, как это все будет развиваться в дальнейшем. Существует ли здесь некая обратная зависимость, Андрей? Вот по мере того, как Россия, видимо, в такой, в среднесрочной перспективе, не будет добиваться значимых успехов на Украине, по мере того, как будет буксовать и проваливаться российская так называемая спецоперация на Украине, Россия будет все больше вес переносить на вот эти спецоперации в странах Запада. Боюсь, что это вполне возможно. Во-первых, потому что эти операции не очень затратны. Во-вторых, потому что у российских спецслужб сейчас образовался новый ресурс. И этот ресурс это ветераны, собственно, украинской войны. То есть это люди, которые достаточно хорошо подготовленные для проведения операции по там подрывам, не очень, прямо скажем, они хороши, как шпионы, но от них этого и не требуется. От них требуется провести то, что они и делают на территории Украины. И они не очень боятся, что их поймают, потому что пример Вадима Красикова показывает им и говорит им то, что и важно было сказать Кремлю, что ребята, мы вас вытащим. этот сигнал очень мощный, он очень серьезный и для российских спецслужб, и для людей, которые могут завтра, послезавтра пойти служить и участвовать в операциях по саботажу или в интересах военной разведки, или в интересах ФСБ, или СФР, это все очень, очень серьезно. Кроме того, мы должны еще учитывать, что непосредственный эффект от этих операций это лишь часть проблемы. То, что руководитель Рейн Мэттл остался жив и фактически никак не пострадал, не означает, что теперь немецким спецслужбам, а на самом деле спецслужбам всех европейских государств придется тратить значительные новые ресурсы на охрану подобного рода людей. Это деньги, это серьезные затраты. Каждая новая операция, атака ли на железную дорогу или поджог какого-нибудь маленького склада на окраине Лондона тем не менее усиливает и увеличивает затраты, которые необходимо теперь тратить этим государством на охрану и на обеспечение безопасности этих объектов. Все это очень дорого и это все конечно будет ложиться на плечи граждан этих стран и это тоже один из эффектов, который необходим и собственно это одна из задач, которые ставят перед собой российские спецслужбы увеличить цену военной и скажем так пропагандистской поддержки вооруженных сил Украины в их борьбе с собственно с российским вторжением. Ирина, а насколько здесь более угрожаемыми становятся скажем политические эмигранты российские на западе в этой ситуации? Бывают ли они следующими целями возможных таких атак? Ну они уже как бы настоящие цели. Мы постоянно получаем информацию что ну в принципе она общеизвестна что какому-то политическому эмигранту угрожали или задержаны люди, которые имели отношение на которых собирались что-то такое совершить в отношении этого политического эмигранта. И понятно что сейчас когда такое огромное количество людей хлынуло в страны Европы хлынуло ну в основном в страны Европы и не только в такие государства как Казахстан Грузия понятно что российским спецслужбам глупо не воспользоваться с этой возможностью и не пытаться завербовать огромное количество людей в этой среде чтобы просто получать информацию может быть не огромное но некоторое количество довольно большое потому что на самом деле у всех есть родственники большинства людей остались родственники в России а главное осталось имущество о котором люди как-то заботятся или пытаются продать и все это является очень такой хорошей плодотворной почвой для вербовки этих людей поэтому конечно положение эмиграции оно очень политическая эмиграция стало намного опаснее чем там было 5 лет назад или 7 когда политических эмигрантов было немного и Кремль не видел в них такую серьезную опасность как сейчас а сейчас они очень боятся политической эмиграции несмотря на то что постоянно утверждают противоположное поскольку вот этот миф что маленькая группа политических эмигрантов вернется в Россию совершит политические перевороты свергнет власть Кремля и Путин. Он до сих пор жив в их головах. Он в пломбированном вагоне. Ну да. Это, конечно, более ранние вербовки. Вспоминается вот этот недавний случай с Гонзалесом. Это как-то Панчо Гонзалес. Человек, активный в среде политической эмиграции, который в том числе отметился и у нас в Праге. А каких еще можно ожидать вот этих вот вбросов и диверсий со стороны российских сил специальных операций? Да, я еще хотела, знаешь, Сергей, закончу с тем Пабло Гонзалеса, который не появился не только там у вас в Праге, но буквально появился неподалеку от нас с Андреем Солдатовым. А когда мы встретили в школе, в школе это был организованный семинар, организованный фондом Жанны Немцовой, фондом Бориса Немцова, который организовал Жанна Немцова. Это было как раз в Праге. Вот как раз и есть Пражская вот эта школа журналистики. Она-то здесь и вспоминалась в этой связи. И в этой вот школе журналистики он там себя так свободно чувствовал, и мы даже провели один вечер с ним, и очень приятно пообщались. Вот такое было. Ну это да, все говорят, что человек харизматичный, обаятельный. Ну, собственно, да, как и многие люди этой профессии, просто это часть их профессионального аттитюда вот такого. Но в целом я хочу понять, так сказать, размах вот этих вот операций. Значит, мы говорим здесь о прямых диверсиях, но есть же еще и, собственно, информационные вбросы, да, вот как недавние волнения в Великобритании, когда отчетливо тоже прослеживается российский след, когда были вброшены информации, что, так сказать, там стоят мигранты за всей вот этой историей. Ну там как раз получается, что некоторые российские каналы были использованы, но они скорее усиливали ту конспирологию, которая уже существовала, и ее очень активно развивали некоторые товарищи, что, в общем, конечно, выглядит очень неприятно, но я бы сказал, что отличительная черта российских операций по дезинформации, они очень редко, достаточно редко полностью придумывают какой-то сюжет. Они садятся на тему, да, вот как с ковидом было, например, то есть российские все средства, да, и РТ, и спутник, они вписались в тему ковид-диссидентства, в тему антивакцинаторства. Абсолютно верно. То есть они используют уже то, что существует в обществе, просто они это разогревают как могут, но, к сожалению, нужно признать, что те, в общем-то, настроения в обществе, которые уже существуют, ну, от этого никуда не деться. Первоначально они вот возникают внутри общества, и надо, конечно, с этой проблемой разбираться. Нельзя тут полностью перекладывать 100% вины только на российские спецслужбы. Ну, понятно, да. Ну, ясно, что свободное общество, любое свободное общество уязвимо. У него открыты каналы коммуникации, у него много разных групп интересов, появляются постоянно какие-то протестные движения, появляются подрывные какие-то движения. Это часть жизни в свободном мире. И Россия, как стоящая рядом вот такой вот свободный игрок, она может включаться в совершенно любой вот такой вот социальный и политический конфликт в свободном мире. Да, абсолютно верно. В конце концов, было же в Великобритании огромное движение за миром в 70-е и 70-е годы, чтобы сделать Великобританию безъядерной страной. Там марши мира проходили. А при этом в Советском Союзе, в Москве, на проспекте мира сидел фонд мира, который был абсолютно весь пронизан КГБ, и фактически был такой структурой созданный КГБ. Но мы же не можем из этого сделать вывод, что все те люди, которые ходили на эти протесты к ядерным там... Ну да, агенты КГБ. И агентами КГБ. Слушайте, а вот такой вопрос возникает. А Россия вообще, она уникальна в этом во всем? Вообще в мире есть еще акторы, которые вот так же активно и с таким аппетитом участвуют в деструктивных процессах по всему миру. Но я знаю, что там Северная Корея иногда объявляется таком. Но это же не такой масштаб операций. Или Россия действительно, она как бы весь 20-й век, начиная с идеи мировой пролетарской революции и сейчас в новом обличии путинизма, она несет вот этот вот огонь подрывной борьбы? С масштабом, пожалуй, Советский Союз и Россия, ну, они абсолютные лидеры, никто не сравнится. То есть, конечно, другие страны тоже участвуют, особенно Китай. И есть у них разные гибридные... Они проводят разные гибридные операции, огромное количество хакеров используется. Там пропагандистские операции, все социальные сети. Но до такого масштаба им очень-очень далеко. Он несравним. Ну вот хочется спросить тогда, Андрей, вот доколе? А сколько Запад это может терпеть? Где есть красные линии для Запада? Ну что, когда начнут убивать, там, я не знаю, депутатов парламента, когда начнут подбираться к ядерным электростанциям, взрывать уже совсем критическую инфраструктуру, или как Аумсин Рюкё строит газовую атаку в метро? Где вот та красная линия, за которой Запад отреагирует на вот эту подрывную деятельность России? Ну, я бы сказал, что уникальность советского и российского опыта заключается в этой истории. Еще заключается в том, что она началась очень давно. То есть, она началась еще при царе. Если мы вспомним романы прекрасного Джосефа Конрада, некоторые операции начались еще и проводились еще в конце 19 века. То есть, это продолжается много-много-много десятилетий. Я бы сказал, что всегда будет оставаться серая зона, которая заключается в том, что отличается взрыв на военном заводе от атаки этого же военного завода с помощью беспилотника или военного самолета, и вот который предполагает военный ответ, и там то, что может быть пятая статья устава НАТО использоваться, понятно, что вот эта серая зона будет всегда. И она всегда, к сожалению, вот такой останется. Насколько будет найден адекватный ответ на эту угрозу, это хороший вопрос, потому что, повторюсь, такое впечатление, что очень много лет его не искали. Запад как бы не хочет. Вот вы правильно говорите, Чехия сколько там, 10 лет раскачивалась, прежде чем сказала, ну да, вот как бы действительно российский след. У нас там погибли люди, взорвали оружейные склады, но мы не будем особо этим заниматься. Великобритания ничего практически не делала серьезного после убийства Литвиненко. Спустили просто на тормозах и все. Не хотят проблем, не хотят как бы себе создавать лишних бюрократических проблем. Даже вот я не понимаю психологии этого всего, потому что мы говорим о какой-то глобальной угрозе. И даже вот, скажем, тот вопрос, почему Россия до сих пор ни разу никогда не приближалась к тому, чтобы быть признанным государством террористом. У нас же есть список государств террористов. Северная Корея, Иран, Сирия. И Россию никто не признает государством террористом. Мне кажется, ответ очевиден, потому что у России есть довольно большой арсенал ядерного оружия и, в общем, скажем, какое-то лидерство в этом отношении. Поэтому с Россией нельзя так обращаться, как, например, с Северной Кореей, где все это намного меньше и не представляет такой опасности. Это никогда нельзя сбрасывать со счетов, что Россия — это очень большое государство, очень опасное государство, сильное государство. И ядерная угроза, она является, ну, это стратегическая угроза. И ради каких-то более, ну, как считают на Западе, не таких значительных целей, целей тактических, они не будут рисковать стратегическими. Ну, с другой стороны, смотрите, признали же их военными преступниками Путина, Шойгу. Просто что это будет в ООН заблокировано, да, признание России государством спонсором терроризма. Ну да, тем более, что надо учитывать, что довольно большое количество стран на Африканском континенте, в Южной Америке, они, ну, у них совершенно другое отношение к этой войне, у них совершенно другое отношение к российскому присутствию в той же Африке, где считается, что это силы, которые даже помогают им бороться с терроризмом, и поэтому их реакция, скорее всего, будет отличаться от реакции европейских государств. Кроме того, и найти ответ, честно говоря, довольно тяжело, потому что если отдать поиск ответа спецслужбам, то фактически единственный способ предотвращать акции саботажа – это вести тоталитарное правление на территории той же Европы. Потому что, ну, мы знаем, почему там в том же Советском Союзе было мало терактов, потому что был тотальный контроль населения. Ну, невозможно же представить, что европейские государства пойдут на такие же меры, полностью изменят свой политический порядок ради того, чтобы бороться с угрозой российского там саботажа и диверсии. Следовательно, ответ может быть или военным, или политическим. И вот здесь возникает проблема ядерной угрозы, здесь возникает проблема, что российское участие до сих пор необходимо в конфликтных зонах, в том числе на Ближнем Востоке, и так далее, и так далее, и так далее. Список может расти до бесконечности. Удивительно. Фактически, это игра в одни ворота получается. Россия совершенно безнаказанно может заниматься вот этой деятельностью и более того, шумно выражать возмущение, когда ее пытаются назвать государством-террористом. А в принципе, вообще, мы можем назвать, вот след за нашими украинскими коллегами, Россию государством-террористом, учитывая все, что мы обсуждали в течение последнего часа? Да, это хороший вопрос. Но надо посмотреть, как на это смотрят международные юристы и какие последствия последуют, если государство названо государственным террористом, в том числе для граждан, которые, скажем так, не имеют прямого отношения к акциям государства-террориста. Честно говоря, я просто не эксперт в этом вопросе. Ну, понятно. Ну да, в данном случае у наших украинских друзей нет ограничений по этому поводу. Они на юридическом уровне признали Россию государственным террористом, естественно, у оппозиционного движения плакат в руках «Russia is a terrorist state». Насколько с этим согласятся юристы, это уже отдельный вопрос. Но в заключение я хочу сказать, что действительно это, наверное, последствия того, что происходит, когда государство начинает управлять представителя спецслужбы. Он видит свое проявление в России, как, собственно, спецслужбистскую деятельность, как спецоперацию. А теперь размеры этой спецоперации, ну, собственно, как и в последние сто лет, стал весь мир. Весь мир – это зона спецоперации России. И это последствия той эволюции внутреннего российского режима, которую мы все наблюдаем и которая теперь выплеснулась за пределы отдельно взятой страны. Мы благодарим наших гостей. Это Андрей Солдатов и Ирина Бараган. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами. Каким вам представляется будущее России? Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире – Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее. Я только надеюсь, а что, как, будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей стране. Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато. Радио «Свобода» глушить уже поздно.